Добрый день, меня зовут Григорий Зимсков, я руководитель компании Revisium. Мы лечим сайты и защищаем от взлома. Сегодня буду рассказывать о том, как взламывают сайты, как защититься от этого и расскажу такую вещь, которую, в общем-то, раньше не освещали. Это взлом защищенных сайтов. То есть понятно, что если в сайте есть уязвимость, то его можно взломать. Что делать, скажем, тем, кто использует более надежные варианты, защищенные CMS, уделяют внимание техническим средствам защиты, но тем не менее их взламывают. То есть каким образом это происходит, расскажу на примерах, расскажу также, ага, спасибо, расскажу также, как защищать сайт от нетехнических средств взлома. Сначала небольшой вопрос, кто сталкивался со взломом сайтов? Может быть, отлично, столько рук еще не было на выступлениях. С каждым годом действительно число взломов растет и число пострадавших растет, поэтому проблема очень актуальная. И люди постепенно начинают это осознавать и начинают больше интересоваться вопросами информационной безопасности и, в частности, защитой сайтов. Зачем они это делают? Делают это для того, чтобы понимать вообще, как происходит… То есть как делать защиту правильно? Поскольку защита, она должна быть направлена на определенные какие-то векторы атак, то есть защищать от конкретных вариантов взлома, поэтому нужно познакомиться с ними, прежде чем применять какие-то технические решения или организационные. К сожалению, есть очень много литературы, которые вводят в заблуждение тех, кто вот этими вопросами интересуется. Есть очень много моментов, которые не освещаются в ней. Обычно рассматриваются только технические варианты защиты, только технические меры. И если говорят про атаки, то обычно это атаки через веб. То есть это то, что происходит по HTTP протоколу. Ну, если совсем просто рассказывать, то это то, что происходит в браузере. То есть то, что мы можем отправить через браузер. Это вот запросы хакера. Кроме того, есть очень много достаточно надежных систем управления сайтами. И люди просто берут эти системы управления, устанавливают на хостинге и успокаиваются на этом. То есть считается, что если установить защищенную систему на защищенном, скажем, хостинге, на защищенной среде, то, в общем-то, делать ничего больше не нужно. Можно успокоиться и жить дальше. Это тоже одно из современных заблуждений всех владельцев сайта. Поэтому дальше я расскажу, почему это не так. Почему нужно уделять внимание постоянное и пристальное вопросам безопасности. Кроме того, технических мер также недостаточно, потому что есть очень много вариантов взлома сайтов, которые выполняются не техническими методами. И о них я тоже расскажу. Перед выступлением я постарался систематизировать всевозможные варианты взлома сайта, в том числе и которые выполняются не техническими средствами. Я их поделил на три больших группы. Первая группа, которая голубым цветом отмечена, это как раз варианты взлома через веб. То есть это наиболее многочисленная группа. Все про нее пишут, все ее освещают на вебинарах, в статьях. Про нее достаточно много сказано. Я вскользь о ней упомяну. Но основной акцент хотелось бы сделать на двух других категориях больших взлома. Желтая и серая. Это взлом не через веб и взлом по вине подрядчика. То есть те, кто помогает обслуживать сайт. Если представить все в виде небольшой диаграммы, то взлом через веб занимает примерно три четверти всей вот этой вот группы взломов сайта. Поэтому, видимо, этим обусловлено то, что к ней пристальное внимание. Что касается остальных двух, почему-то они забыты, незаслуженно. В частности, взлом по вине подрядчика – это всего 5%. Тем не менее, не стоит их игнорировать, поскольку сейчас очень много сайтов отдается на аутсорс, на обслуживание в диджитал агентство, фрилансерам. И очень много сайтов от этого страдает. Есть еще варианты взлома не через веб, но, тем не менее, также очень актуальны. По них позже. Итак, начнем с самой большой группы. Я кратко расскажу, что такое взлом через веб. Это эксплуатация уязвимостей в скриптах, это эксплуатация уязвимостей в плагинах, то есть в скриптах плагинов и в доработках. Вот первые две категории – это эксплуатация уязвимостей в плагинах и в самой CMS, в ядре, как бы в коробочной версии. Оно понятно. То есть там допускаются ошибки разработчикам, недостаточно фильтруются входные параметры, не проверяется то, что размещено в базе, выводится на странице, как есть. Существуют варианты обхода авторизации, то есть можно попасть в админку, не зная пароль, используя всякие ухищрения. То есть все это обычно из-за того, что разработчик недостаточно внимания уделил как раз безопасности при разработке. А что касается третьего пункта, он очень интересный, потому что можно поставить безопасную CMS, но при этом позвать какого-нибудь неопытного разработчика, и он туда допишет какой-нибудь плагин, в который внесет ту самую уязвимость критическую, и через нее взломают этот сайт. То есть у нас недавно был случай, взяли сайт на битриксе, к нему добавили плагин, который загружает фотографии с помощью известного скрипта Uploadify, он содержит критическую уязвимость, и этот сайт взломали именно через эту уязвимость. То есть, естественно, так делать не нужно, нужно понимать, что такое безопасная разработка и обращаться к тем подрядчикам, которые опытные в этом плане. Еще есть вариант взлома через веб с помощью BruteForce Attack. BruteForce – это подбор пароля. Очень часто сейчас наблюдается в сети атаки, BruteForce атаки на админ панели различных, в том числе и очень защищенных CMS, поскольку для удобства пользователи устанавливают простые пароли. И эти простые пароли попадают в топ тысяч паролей, которые используют злоумышленники для подбора. Эти пароли перебираются постепенно, и злоумышленник получает доступ в админ панель просто буквально за несколько минут. Поскольку дополнительно админ панель никак не защищена, не используется двухфакторная аутентификация, не используются какие-то блокировки по IP, то BruteForce Attack стоит на втором месте по вариантам взлома сайта техническими средствами через веб. Ну и последний вариант – это не взлом сайта, это просто, ну, скажем, можно завалить сайт с помощью DDoS и DDoS атаки. Это еще один популярный вид атаки, о котором расскажет после меня коллега. Я не буду на нем останавливаться. Для того, чтобы защититься от веб-атак, используют технические средства. Я их перечислю вот сейчас кратко. Во-первых, необходимо обновлять CMS и скрипты. То есть зачем это надо делать? С каждой новой версии выходят патчи уязвимостей, закрываются эти уязвимости, закрываются варианты эксплуатации этих уязвимостей, исправляются ошибки. Все это позволяет снизить вероятный взлом. Естественно, на 100% это не защищает, потому что и в новых апдейтах выходят какие-то ошибки, к сожалению. Но вероятный значительно снижается. Далее. Необходимо минимизировать набор плагинов, которые используются на CMS. Потому что чем больше плагинов, тем больше уязвимостей. То есть вероятный взлом повышается. В идеале, конечно, стоит использовать решение из коробки с накатанными какими-то патчами, которые закрывают все известные публичные уязвимости. Но поскольку не всегда функциональности хватает, то устанавливают дополнительные плагины. И нужно обязательно проверять их. То есть насколько они защищены, насколько они безопасны. Далее. По поводу доработок. Естественно, нужно доверять опытным разработчикам, которые понимают, что такое безопасное веб-программирование, умеют писать код, который защищен от SQL-инъекций, который фильтрует входные параметры и так далее. Очень полезная вещь веб-аппликейшн-файрволл. Это фильтрация трафика. То есть это может быть или внешний сервис, который защищает периметр, то есть весь внешний трафик, идущий на сервер. Это может быть приложение, установленное на сервере, то есть специальный сервис, который также пропускает через себя трафик и очищает его от различных атак, выполняет виртуальный патчинг. То есть не обязательно патчить уязвимости на сервере. В CMS можно выполнять виртуальный патчинг, то есть на лету обрубать все опасные запросы от хакеров. Вот это делается с помощью веб-аппликейшн-файрволла. Ну и кроме того, некоторые CMS позволяют включить простейший веб-аппликейшн-файрволл непосредственно в CMS. Далее. Чтобы защититься от brute force attack, то есть от подбора пароля, также есть в CMS плагины, есть специальные сервисы, которые можно включить на сервере. Скажем, fail-to-bun позволяет ограничить число неудачных попыток, что снижает вероятность взлома с помощью brute force атаки. То есть просто через три попытки вас блокируют на какое-то время. И далее через… Следующий вариант доступен только через минуту или через 10 минут. Ну и также для защиты от DDoS необходимо использовать технические решения, которые позволяют фильтровать опасный трафик. Все это хорошо. Все это защищает, скажем, CMS от каких-то веб-атак, от технических способов взлома. Но что делать тем, у кого уже защищенная CMS, она уже установлена на безопасном хостинге, но все равно каким-то образом сайт взламывают. То есть как это происходит? Возникает вопрос. Приведу несколько примеров, как это может быть. Во-первых, самое популярное по нашей практике – это взлом через соседей. Очень популярная схема размещения на виртуальном хостинге, когда есть один сайт, он там на защищенный CMS, и уделяется внимание его безопасности. Кроме того, на этом же виртуальном хостинге, на шарит-аккаунте установлены еще два десятка сайтов на незащищенных CMS, про которых забыли, они могут быть какими-то временными решениями, тестовыми сайтами. Их уже и не существует в паблике, но тем не менее они доступны через веб, и через них есть возможность взломать сайт. Как это делается? Поскольку на шарит-аккаунте все находится внутри, так скажем, общего файлового пространства, то есть права на файлы и папки такие, что скриптам одного сайта доступны скрипты другого сайта, то можно взломать соседний сайт и через него внедрить код в любой другой, размещенный на этом шарит-аккаунте. Это на самом деле касается не только виртуальных хостингов, это касается и VPS-серверов. Народ или не знает, или ленится, размещает все свои сайты внутри одного пользовательского аккаунта. Скажем, есть по дефолту созданный админ, и внутри этого каталога админ может лежать 58 сайтов на разных CMS. Они могут быть часть защищенные, часть незащищенные. Взламывается все сразу, за одну секунду, и потом вычистить все достаточно сложно, потому что это напоминает вычерпывание воды из дырявой лодки. То есть с одного сайта убрали вредоносный код, он с другого опять перешел на вылеченный. Поэтому в данном случае есть такая проблема неизолированное размещение сайтов на хостинге. Следующий вариант – это BruteForce не админ панели, а BruteForce FTP доступов, SSH доступов и SFTP доступов. Также люди в целях экономии времени для удобства устанавливают очень слабые, нестойкие пароли, которые попадают в топ-100, топ-1000 известных паролей, и их брутят, то есть подбирают, взламывают сайты через FTP. Что еще? Очень интересный случай – это взлом через PHPMyAdmin. Вообще через инструменты, которые размещены на сервере. Тоже постоянно наблюдаем в нашей практике подобную проблему. Что такое PHPMyAdmin? Это инструмент для администрирования базы данных. Он опенсорсный, удобный, простой, доступный. Его ставят на все хостинги. Самое интересное, что у него адрес почти всегда фиксированный, то есть можно набрать имя сайта, slashMyAdmin или slashPHPMyAdmin. Дальше открывается форма авторизации, туда вводите логин, пароль от базы данных и попадаете внутрь этого инструмента. Что можно делать дальше? Можно с помощью SQL-запроса создать файл. Этот файл может содержать вредоносный код. Он может быть бэкдором. Можно туда, опять же, SQL-запросом загружать файлы какие-то произвольные. Можно внедрять код напрямую в базу данных и при этом не оставлять никаких следов на файловой системе. То есть владелец сайта, вебмастер, он просто не понимает, каким образом попадает вредоносный код внутрь в базу данных. На самом деле он даже порой не знает о существовании подобного инструмента и того способа взлома, про который я рассказываю. Здесь возникает вопрос, каким образом злоумышленник узнает о логине и пароле от базы данных. На самом деле сделать это намного проще, чем кажется. К сожалению, здесь не очень хорошо видно, но я расскажу, что здесь изображено. Можно использовать простой Google. Запрос в Google позволяет найти очень много проиндексированных файлов, которые уже содержат логин и пароль от базы данных. То есть этот запрос взят с известного сайта, которым пользуются хакеры, который называется Google Hacking Database. Это самый свежий запрос. Мы его вбиваем в строку поиска и получаем 288 тысяч файлов, которые содержат открытый логин, пароль, хост. Все, что остается, это просто взять их оттуда, зайти на сайт slash myadmin, вбить его и взломать этот сайт. Второй вариант также достаточно простого получения пароля от базы данных – это найти бэкапы. Бэкапы тоже очень просто найти на сайте, потому что бэкапный каталог очень редко закрывается на доступ через веб. То есть просто злоумышленник по каким-то фиксированным, скажем, путям. У WordPress это wp-content slash uploads или backups. Можно перебрать различные файловые имена, имена файлов и получить бэкап. А в бэкапе находится конфигурационный файл, а в нем лежит пароль от базы данных. Все. То есть злоумышленник заходит в phpmyadmin, вводит логин, пароль, загружает бэкдор и получает полный контроль над всем аккаунтом. То есть если на аккаунте сотни сайтов, то он таким образом взламывает все сто. Что еще? Бывает, что сам вебмастер устанавливает зараженный компонент. Это происходит от того, что он пытается либо сэкономить, либо жадность в данном случае его губит. То есть вместо того, чтобы купить какой-нибудь платный плагин или премиальную тему для WordPress для того же самого, просто скачивается из непроверенных источников, с каких-нибудь варезных сайтов. И в этом плагине уже содержится бэкдор или вредоносный код. Он его сам добровольно устанавливает себе на сайт, от чего и страдает. Ну и последний вариант, он редкий для популярных хостингов, для крупных хостингов и очень популярен среди VPS серверов. То есть если VPS сервер не администрируется, если не обновляется на нем софт, остаются уязвимости, то его просто взламывают с помощью уязвимостей со стороны сервера. А затем уже как следствие взламывают все сайты на нем. Теперь я все это систематизирую, все эти примеры. То есть взлом не через веб делается по четырем основным направлениям. Это перехват или кража доступов, то есть компрометация доступов к сайту, брутфорс атаки на сервисы, которые облегчают работу с сайтом, в частности FTP, SSH. Это может быть брутфорс панели хостинга. Опять же на него могут ставить простые пароли. Это может быть взлом сайтов через соседей, и это может быть компрометация сервера хостинга, то есть получение несанкционированного доступа через уязвимости, через внешние какие-то сервисы, которые не закрыты и так далее. Как от этого всего защищаться? Это самая главная и практическая часть. Что касается хостинга или сервера, нужно правильно подбирать этот хостер. Хостер, то есть обращать внимание на те технические средства, которыми он пользуется, сервисы, каким образом происходит изоляция сайтов внутри аккаунтов, есть ли она вообще. То есть вот это все, оно значительно снижает вероятность взлома. Естественно, не на 100%, но оно добавляет, скажем, это такой актив, который позволяет защитить свой сайт. Далее. Изолировано размещение сайтов обязательно. То есть не ленитесь создавать для сайтов отдельные аккаунты, не экономьте на этом, поскольку именно это и составляет суть защиты. То есть чем в идеале нужно размещать один сайт на одном аккаунте. Если это сервер, создавайте для каждого сайта отдельный пользовательский аккаунт, размещайте сайт на нем. Эти аккаунты не должны принадлежать даже одной группе пользователей. То есть в идеале нужно максимально изолировать их. Далее. Ограничение по IP или двухфакторной аутентификации при входе в панель управления, при работе с FTP, с SSH. То есть нужно обязательно дополнительно устанавливать блокировку. То есть ограничивать доступ только для доверенного круга лиц. И чем более эффективен данный механизм двухфакторной аутентификации, через SMS или по IP-адресу, тем меньше вероятность взлома через brute force. Далее. Регулярная смена паролей. Очень очевидный такой совет. На самом деле он защищает во многих случаях, даже при компрометации этих доступов, поскольку если злоумышленник не успел воспользоваться этими доступами, регулярная смена позволяет как раз защититься от этого. Если владелец выходит не через доверенные сети, то есть если вебмастер пользуется открытыми Wi-Fi соединениями, обязательно VPN надо использовать, потому что перехватывают доступы только так. Забыть про FTP, не пользоваться FTP вообще, заблокировать его на хостинге, включить, если есть возможность, SFTP. Это надстройка над SSH протоколом, который практически на всех хостингах в настоящий момент поддерживается, и все общение с сайтом, все управление сайтом выполняется по безопасному соединению. И если вы пользуетесь какими-то функциями очень часто в панели управления, то нужно создать отдельный аккаунт с ограниченной функциональностью. Если у вас его взломают, то хотя бы не сильно повредят сайту. То есть нужно ограничивать степени свободы для тех аккаунтов, которые наиболее часто используются. Следующая группа, скажем так, вариантов взлома сайта – это когда виноват подрядчик. Очень часто мы наблюдаем в нашей практике, в нашей работе ситуации, когда сайт отдается в крупное агентство на аутсорс, на обслуживание. То есть там его допиливают, там продвигают его, что-то исправляют, вносят изменения в код, устанавливают новые модули. Ну, то есть полный цикл, то есть полное обслуживание сайта. Но при этом сайт взламывают именно по вине как раз вот этих самых подрядчиков. Почему это происходит? Во-первых, тем подрядчикам нужно доверять. То есть не всегда подрядчик добросовестный. Скажем, если обращаться к фрилансерам, есть вероятность того, что ему что-то не понравится, он обидится, он, скажем, попросит больше денег, ему откажут, и он просто, используя свои доступы, скомпрометирует сайт. То есть поскольку у него есть полный контроль над сайтом, он может внедрить туда вредоносный код, может начать продавать на нем какие-нибудь ссылки с биржи Сейп, размещать несанкционированную рекламу, и порой владелец сайта или человек, который занимается обслуживанием его, он не подозревает о том, что есть какие-то проблемы с этим сайтом в плане безопасности, что на нем что-то там продается, как-то паразитирует этот бывший подрядчик. То есть эти нерадивые подрядчики, они оставляют закладки. Дальше. Есть вариант, когда сам подрядчик тоже устанавливает какие-нибудь плагины, расширения, которые добавляют уязвимости или оставляют бэкдоры на сайте. Как это происходит? Скажем, владелец сайта находит красивый плагин галереи и просит фрилансеру установить эту галерею, ему купить и установить. Что делает фрилансер? Он находит эту галерею в открытом доступе где-нибудь на варезных сайтах, он его не покупает, он его скачивает, берет деньги с заказчика и устанавливает тот самый взломный вариант. Естественно, во взломном варианте, поскольку бесплатного ничего нет в интернете, в нем присутствует некая полезная нагрузка в виде бэкдора, в виде каких-то спам-ссылок. То есть все то, что может повредить сайту в той или иной мере. Владелец сайта об этом никогда не узнает, потому что он не будет проверять то, что установил вот этот фрилансер. От этого, собственно, страдает сайт. Далее. Утечка доступов. Очень тоже серьезный момент, потому что порой подрядчики находят еще субподрядчиков. Например, диджитал агентство, оно работает с партнерами. Эти партнеры получают доступы, и что там дальше с этим доступом происходит, никто не знает. Эти доступы могут гоняться по каким-то инстант-мессенджерам, по скайпу, по ICQ. Они могут передаваться по безопасным каналам, просто через личную почту, где-то сохраняться, где не должны сохраняться, и в итоге они утекают. То есть самый простой пример – это когда, скажем, сидит вот такой партнер крупного диджитал агентства в кафе «Шоколадница», обновляет сайт по FTP, а рядом с ним где-нибудь сидит хакер, который трафик снеферит, собственно, собирает все эти доступы и потом как-то использует. Эта ситуация ненадуманная, каждый день такое происходит сейчас. Тем более, что перехватить в открытых публичных Wi-Fi сетях сейчас не составляет никакого труда вот эти доступы. Поэтому, естественно, владелец сайта не подозревает о том, что его доступы вот так вот неаккуратно используются, а страдает в итоге сайт. Ну и последний вариант – это использование социальной инженерии. Это когда приходит фишинговое письмо, скажем, подрядчику о том, что ваш сайт взломали, пожалуйста, срочно смените пароли. Напуганный вот этот исполнитель, он не глядя кликает в ссылку, открывается знакомая форма авторизации CMS, но, естественно, пароль этот утекает хакеру, который он вводит. То есть это фишинговая ссылка. Что делать? Как защититься? Во-первых, управлять доступами. То есть сам владелец сайта должен быть тем самым человеком, который управляет доступами. То есть он должен знать, когда их надо поменять, у кого они есть, кому их передавать и в каком объеме. Это защитит от многих проблем. Далее. Желательно проводить аудит после того, как подрядчик что-то там наделал на сайте, поскольку проблемы могут возникать после работ. Можно обратиться к специалистам, можно выполнять аудит самостоятельно, скажем, сравнивать старые и новые копии. Есть очень много сейчас для этого инструментов. Далее. Инструктаж подрядчиков. Обязательно нужно уведомлять подрядчиков о том, чтобы они работали безопасно с сайтом. Что такое безопасная работа? Это очень большая тема на самом деле. Но хотя бы предупреждать о том, чтобы они не передавали доступы на сторону и работали через VPN. Ну и работа по договору, она дисциплинирует, поэтому желательно к фрилансерам не обращаться, а обращаться хотя бы в небольшие студии, которые работают по договору. И, наконец, общие рекомендации по поводу безопасности сайтов. Во-первых, нужно уделять ей внимание, уделять ей внимание постоянно. То есть это не разовая процедура, это то, что нужно делать каждый день. Это процесс. Процесс, состоящий из двух частей. Из технической части, из организационной. Обе части должны быть продуманы. Необходимо заранее выработать политику безопасности, знать, что делать в случае инцидентов, к кому обращаться, в каком порядке и так далее. Далее. Информировать всех, кто работает с сайтом, в том числе и подрядчиков, и штатный персонал, и самому следовать этим рекомендациям. Помнить, что уязвимость может быть сам человек. То есть фишинговые атаки, они очень популярны в настоящий момент. И сам человек отдает эти доступы на сторону. Ну и последний момент – это комплексный подход. То есть только в комплексе безопасность будет работать. Вот. Спасибо. У меня все. Спасибо. Вопросы, если у кого-нибудь. Да, секунду. Спасибо за такой подробный доклад. Но есть один момент, который вы упомянули. Это регулярная смена паролей. Мне кажется, вы немножко вводите аудиторию в заблуждение. Дело в том, что это самый простой способ, казалось бы, защиты. И большинство заказчиков действительно на нем останавливаются. Но надо понимать, что на протяжении длительного периода один единственный злоумышленник редко вас долго методично брутфорсит. Как правило, постоянно присоединяются новые люди, которые брутфорсят вас каждый раз заново. Поэтому, меняя один пароль на другой пароль, тем более если это слабый пароль, вы абсолютно ничего не выигрываете. Пароль менять имеет смысл, наверное, при его компрометации все-таки. В первую очередь. Проблема в том, что вы не знаете, когда факт компрометации настал. То есть он может настать в неожиданный самый момент. И поэтому, как превентивная мера, необходимо регулярно менять пароль. Поскольку, как я уже сказал, пароли иногда утекают без ведома владельца. И вы просто об этом не узнаете. Я думаю, тут просто важно добавить, что нужно не просто установить правила, надо менять пароли. А нужно иметь некую политику смены паролей. Грубо говоря, чистоту, криптостойкость паролей. Потому что, когда просто меняете, человек сам будет забывать, он бумажку на монитор наклеит. То есть это должен быть просто выстроенный процесс в компании у всех, кто работает с этим. А не просто общая рекомендация. То есть с головой, естественно, подходить к этому. Еще вопросы у кого-то есть? У меня есть вопрос по поводу, какой вы можете посоветовать систему автоматического уведомления о вторжениях или компрометациях, еще и о чем-то. Самые простые средства обычно являются самыми эффективными. То есть сейчас очень хорошо научились детектировать внешние проблемы с сайтом, сами поисковые системы. И в большинстве случаев, если вам очень оперативность не нужна, обычно, то есть она на самом деле мало что решает, вот это уведомление в течение нескольких секунд, достаточно добавить сайт в консоль Гугла и в панель вебмастера. Если ваш сайт регулярно посещается ботами поисковой системы, то он достаточно быстро будет детектирован, вот этот вредоносный код на сайте. Тут есть такая проблема. Это всего лишь вершина айсберга. И обычно сайты взламываются заранее. То есть сайт взламывается, скажем, сегодня, туда загружается бэкдор, а дальше только через две недели пойдет полезная нагрузка. То есть это делается, во-первых, для того, чтобы по логам не нашли, как сайт взломали, а во-вторых, ну, собственно, чтобы не палиться вот так вот сразу. Потому что есть время там что-то еще поделать по серверу, там закрепиться на всех сайтах, скажем, к которым получили доступ. Поэтому я бы рекомендовал самостоятельно выполнять регулярное сканирование сайта специализированными средствами. Ну, вот есть сканеры, я не знаю, у нас там есть сканеры Айболит. Вот им сканируете сайт каждый месяц для того, чтобы своевременно узнавать о том, что сайт был взломан. В противном случае вы узнаете только по косвенным признакам, даже если это система мониторинга. Потому что система предотвращения вторжения, она обычно не очень эффективна. То есть ее можно обойти, если это целевая атака. А если это не целевая атака, вас просто завалят уведомлениями о том, что вас кто-то пытался взломать. То есть обычно через неделю ее отключают, потому что она мучает пользователей. А пользователь перестает просто уделять этому внимание. Поэтому вот я рекомендую регулярно проверять сайт внешними сервисами, добавить его в панели вебмастера, а внутри проверять его сканерами. И тогда все будет хорошо.